Привет всем! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Виктор, и сегодня я вам скажу 8 стереотипов о России в Европе. Конечно, я из Испании, но, конечно, я жил в Англии, и, слава Богу, я уже путешествовал почти по всей Европе, поэтому я могу и думать. Я знаю, какие такие стереотипы в России, которые неправильные. Несколько из них будут стереотипы, и другие, наверное, более, прям как, не знаю, факты. Вот, например, первый стереотип, это будет, как у вас, например, они думают, что у вас постоянно, не знаю, вечная зима. Они думают, что у вас всегда идет снег на улице. Не знаю почему, но, например, когда я в Испании, и люди, не знаю, спрашивают меня, ну как у меня все в России, и это может быть, не знаю, летом, и они обычно думают, о, там точно очень холодно сейчас. Это прям как, нет, там лето, понимаешь, летом там, ну, тепло, как везде в Европе, короче. А вот это, что люди думают. И вот это, ну, как первый стереотип, который неправильный, который неправильный, и вообще это просто тупость. Стереотип номер два – это алкоголизм. Они думают, что у вас есть серьезная проблема с этим. Они думают, что везде россияне пьют водку постоянно, и они думают, что единственный алкоголический напиток в России – это водка. Я не знал, почему есть такой стереотип, и мне кажется, и по моему мнению, я, ну, как, что я могу сказать, я живу в России уже два года, и я никогда не видел никого на улице, как они думают, что, ну, ну, что все люди пьют водку. Это вообще неправда. И на самом деле я заметил, что в России люди действительно любят вино и шампанское. Ну, водка, не знаю, до сих пор я никогда не встретил никого. Не знаю, кто любит водку. Стереотип номер три – это бедность. Они думают, что у вас есть огромное количество бедных людей. На самом деле это просто, мне кажется, и я, конечно, иностранец, и это когда люди там, например, в Европе, в Испании, в Англии, ну, везде там, они, конечно, спрашивают меня, почему ты уехал отсюда, из Европы, чтобы жить, ну, там, в России и так далее. И это прям как они очень веженственные люди. Они думают, что Москва – это как столица третьего мира вообще. Это действительно не так, потому что Россия действительно очень богатая страна. Например, Москва. Извините, какая разница между Москвой и Нью-Йорком? Или, не знаю, с Лондоном, или с Мадридом, или с Парижем? Мне кажется, что там разница не существует, потому что они везде очень современные столицы. Они все столицы первого мира. И если вы не знаете, что это значит первый мир, это значит, что все страны, где количество жизней лучше, прям как топ-топ-топ в мире. И, ну да, и точно, что, например, у вас есть ваши спутники в космосе. Если Россия была бы бедная страна, тогда у вас не было бы этого вообще. И, пожалуйста, транспорт Москвы у вас есть. У каждого города России есть, ну почти, есть его аэропорт. Кстати, я не знаю, если вы знали, что Россия, ну прямо как Москва, город номер семь по количеству богатых людей по всему миру. Представляете? Это просто нереально. Наверное, для вас семь это выглядит прям как очень мало, но для меня это прям как, это очень сильно впечатляет. И поэтому я думаю, что когда люди думают, что Россия бедная, это прям как серьезно. Стеротип номер четыре. Они все думают, что россияне расисты. Я не знаю почему, но они думают, что все люди в России будто как они нации. Ну да, это очень серьезное на самом деле, но я не знаю почему, но они все так думают. Я помню, что прежде, чем приехать в Россию, честно, мне было очень, очень, очень страшно. Потому что на самом деле, когда я говорю об этом, в России это выглядит очень как глупо, потому что они думают, а почему мы должны были бы прям как расисты с тобой, если ты человек. Но в Европе, к сожалению, они всегда, например, я, конечно, наполовину европейцы, наполовину куриной американец, и они постоянно спрашивают, откуда ты и я? Я из Испании. А твои родители откуда? Да. И если я, конечно, отвечаю, они из Испании, а их родители откуда? Короче, прям как это бесконечные вопросы. Бесконечные вопросы. Ну и да, я думаю, что прошу прежде, но в Европе, мне кажется, что там есть больше расизма, чем в России. Вот это, что я думаю. Стереотип номер пять, это что они думают, что до сих пор Россия коммунистическая страна, и они думают, что все в стране принадлежит к государству. Да. Наверное, они обычно спрашивают меня, что если у вас есть правила иметь ваших домов, они думают, что где вы живете, это не ваша собственность. Номер шесть, это не будет стереотип, а это будет факт. Они почти все люди в Европе думают, что Россия это не Европа. Они все думают, что Россия, вся Россия находится в Азии. Я знаю, что Россия это Евросия, потому что страна находится на двух континентах, конечно, в Европе и в Азии. Но вот так они думают. Но, конечно, и даже в России иногда бывает, что когда самые россияне, они не могут идентификсировать с Европы. Но это прям как, да, я знаю, что там существует Евросоюз, но это не значит, что только Евросоюз Европа, потому что Нур-Гиган не следует Евросоюз, но вот это получается, что это Скандинавия, это Европа. Москва, Санкт-Петербург, ну, как и Сочи, все вот эти города находятся в европейской части России. Поэтому, ну, да. Стеротип номер семь – это, что Россия очень грязная страна. Они все думают, что Россия прям как мусорная урна, да. И не только в Европе, в интернете там написано, что Москва – один из самых грязных городов мира. Представляете? Я, конечно, не скажу, я уже был в многих городах, где страны очень богаты, но города не очень чистые, поэтому я, конечно, не скажу их имена, но действительно, я думаю, что вообще не так, что Москва – грязный город. Для меня Москва – это один из самых чистых, может быть, но один из самых грязных. Это вообще неправильно, вот эта глупость. И не только Москва, и Санкт-Петербург, и все города России, где я был до сих пор, они все были чистые тогда, когда я был там. И до сих пор точно они, ну, и такие до сих пор, поэтому это просто глупость. И стереотип номер восемь – это что они думают, что Россия очень опасная страна, а у вас здесь прям как… не знаю… Они думают, что Россия – это как Сирия, или Судан, или, ну, такие, которые действительно опасные страны. Вот они думают, что Россия такая. Я помню, что прежде, чем переехать в Россию, я прочитал в интернете, где было написано, что в России были такие группы людей, которые грабили там туристов, а постоянно на улице, когда они едут там на машине и так далее. И что это было очень обычно у вас, ну, как, нормально. И на самом деле, вы знаете, что я уже был, ну, не везде в России, но уже, ну, много где я был. И, ну, я никогда не чувствовал себя прям как некомфортно, или не знаю, что где я был, было как опасно. Никогда не было вот так. У меня никогда не было такого ощущения, или чувства, что место опасное. На самом деле, если честно говоря, я помню, что был такой раз, когда я был в Манчестере и в Париже. Ну, я помню, что когда я был в Манчестере, была такая ситуация, где я хотел, как, войти в бар, кафе, ну, короче, бар-кафе. И там был пьяный человек, и он кричал на женщину, а он сказал, ты и вот это. И я помню, что мне было очень страшно, и когда человек вышел, потому что он заметил, что я смотрел на него, и потом он, когда вышел из места, ну, из кафе, он там, ну, как он был там надолго. И мне кажется, что человек ждал меня, чтобы сделать что-то, я не знаю, но действительно, мне было экстремально страшно там. И был такой раз тоже, что когда я был в Париже, и я только много ходил на улице, и я помню, что там была группа, и прошу прощения, это, это я, ну, я так думаю, что они были иммигранты, не знаю, а может быть, что нет. И они, ну, как можно сказать, я пнули мой чемодан, прям как, просто потому что, да, они так думают, что они хотели вот так и делать. Вот, и я тоже думаю, что, помню, что когда я был на метро в Париже, женщина, большая женщина, она пришла ко мне, ну, и там были другие люди с ней, и она сказала вот так мне, потому что она хотела, ну, как съесть. Представляете, это просто кошмар, но действительно, в России у меня никогда не было такого прямо, что случай, когда кто-то сделал что-то мне, или не знаю, или вообще. Вообще, Россия для меня одна из самых безопасных стран мира, по крайней мере, по моему мнению, по моему опыту, и я действительно очень сильно люблю эту страну, и поэтому я хотел уточнить и, ну, как там, сказать, что это вообще неправда. Россия не такая, Россия не такая, как безопасная, бедная, грязная, и все вот это, это вообще неправда. Это вообще неправда, Россия очень мощная, богатая страна. Ребята, это все, надеюсь, что вам понравилось видео, а если вам действительно понравилось, пожалуйста, дайте мне лайки и подпишитесь на мой YouTube-канал, пожалуйста. И я вас увижу в следующий раз. Пока!